Иван Николаевич Якубец, военный эксперт, член экспертного совета, Центра исследований армии, конверсии и разоружения, полковник запаса. В 1998-2005 Иван Николаевич командовал аэромобильными войсками Украины. Приветствуем, Иван Николаевич. Приветствую вас, слава, Украине. Героям слава. Давайте сразу обсудим заявление президента Финляндии, который сегодня в Киеве поговорил с верховным главнокомандующим Украины Владимиром Зеленским, сказал о том, что обсуждается создание подразделения танкового, состоящего из леопардов. Насколько это важно? Насколько важно именно создание такого единого подразделения с силами Европы? Да, безусловно, это очень важное мероприятие, потому что консолидация всех усилий всех стран Европы и большинства или какой-то активной группы очень положительно влияет на общую атмосферу в Европе. по отношению к введению России в войны против Украины. Это помогает стабилизировать ситуацию в европейском обществе, для того, чтобы правильно понимать все вопросы, которые происходят на фронте и вообще, что это за война и как она ведется, какими методами, с какими целями и тому подобное со стороны Российской Федерации. Поэтому я считаю, что это очень важно. И чем больше стран проявляют инициативу, таких как Польша, Эстония, Финляндия, Великобритания, тем стабильнее работает и общественное мнение, европейское, а также и мировое. Поэтому здесь очень важна их инициатива, и мы должны быть им очень благодарны. Я хотела вас спросить, наверное, такой простой, но в то же время сложный вопрос, который, в принципе, мы не можем найти ответ до сегодняшнего момента. Вот смотрите, ситуация какая. Западные СМИ пишут сегодня, я смотрю свежую информацию, в очередной раз вот СНН со ссылкой на американского чиновника говорит о том, что мобилизация, которая начата президентом Владимиром Путиным с сентября 2022 года, не изменила то, что происходит на фронте. Их продолжают посылать без подготовки и в очень плохом бомбардировании. Но вопрос возникает в следующем. Не изменила со стороны России, но я так понимаю, что и не позволяет сейчас нам полномасштабно сделать контрнаступление. Так чего же не хватает? Ситуация замерла или все-таки у кого-то есть сейчас преференции на фронте? Да, вы правы. Сейчас в основном ситуация замерла. Наступило равновесие. Несмотря на то, что Российская Федерация активно продолжает атаковать тактическими подразделениями наши оборонительные рубежи на Востоке, на Востоке и на Юго-Востоке, в районе Бахмута, Солидара, Кременной, в направлении Запорожья в последние дни. Это все это о том, что они выдохлись, и у них нет оперативного уровня решения задач. То есть они стараются такими тактическими ударами штурмовых групп от 100 человек до 150, может быть, до 200. Измените просто тактическую зону обороны, повлиять на нее и отодвинуть наши войска на 200, на 300, на 500 метров с нашей линией обороны. О чем это говорит? О том, что Российская Федерация сегодня либо готовится к проведению каких-то крупных наступательных операций. И поэтому стараются такими небольшими отрядами активно действовать в наступательных операциях, не операциях, а действиях, проводя их, по сути дела, как разведку боем прежде всего, проверяя прочность нашей обороны. Поэтому и такая активность, вроде бы активность есть, но движений фронта, то есть в сторону кардинального изменения территории, которые они захватили, или в сторону их увеличения, они не имеют. И по всей видимости, такой задачи пока не ставят. А ставят задачу такими ударами, или наступательными действиями тактического масштаба. Заставить нас расходовать наши резервы, для того, чтобы мы не могли их сосредоточить, для нанесения крупного или сильного контрудара. А что делают сами? Ну, вы знаете, завершилась уже их плеяда по поводу мобилизации 300 тысяч. Они объявили 320-330. Западные эксперты оценивают мобилизацию в 250 тысяч. Ну, это не совсем важно. Важно то, что они укомплектовали свои войска на востоке, на юго-востоке, личным составом набили его под завязку, как говорится. И таким образом у них появились силы и средства для того, чтобы пройти вот такие тактические действия, типа разведки боем, штурмовыми отрядами для выполнения тактических задач, ну, будем говорить, на неглубокую глубину, на несколько сот метров, не больше. Что это, в общем-то, говорит о том, что они готовят какие-то другие действия? Безусловно, готовят, потому что об этом говорит и назначение начальника генерального штаба, командующим группировкой всей, группировкой вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Ему подчинили всех командующих видов вооруженных сил, значит, отдали все, по сути дела, вооруженные силы. Ну, то есть, сделали прообраз нашего генерала Залужного, главного комму вооруженных сил Украины. Сейчас у них, примерно, такая же ситуация. Отодвинули в сторону вагнеровцев, бестолковых, значит, кровопийцев, если так можно мягко о них сказать, которые кровь своих солдат лили, беспрерывно, не решая практически никаких задач. А также закрыли род Кадырову, вот, и таким образом, по всей видимости, полностью доверились, значит, военным руководителям, для того, чтобы они дальше вели войну. А что, какие задачи, они изменились. Ну, из всех тех пяти задач, с которыми он начинал войну, одна из них у него все-таки они смогли решить, это коридор на Крым. На сегодняшний день он существует, к сожалению. А все остальные, еще четыре задачи, демилитаризации и так далее, и тому подобное, это все провалено полностью. И уже не подлежит возврату, по всей видимости. Поэтому они что делают? Пытаются растянуть вооруженные силы Украины на два фронта. На южный, восточный, вот, и на северный, с Белоруссией. Пока там не фронт, граница. Но там мы держим, вынуждены держать силы и средства, для того, чтобы отразить возможное нападение со стороны Белоруссии. Ну, в этом вопросе они, безусловно, достигают определенного успеха. Поэтому нашему руководству, безусловно, надо, значит, иметь, как говорят на окне, розум, для того, чтобы можно было правильно оценить ситуацию. И не, значит, очень плохо, когда мы переоцениваем противника, также плохо, когда мы его недооценим. То есть, нужна такая, значит, равновесие в этом вопросе, нужно, значит, для того, чтобы правильно определить распределение сил и средств, как на севере страны, так и на юге страны. Плюс, я так думаю, вот это вот, которое они пообещали, мобилизацию провести, еще до датковых, там, сначала полтора миллиона, потом пятьсот тысяч, вроде, цифра такая звучит. Ну, дай бог, им справятся еще с трестома тысячами. Но если им это удастся провернуть, это будет опять месяца два-три, не меньше. Вот, они могут создать группировку, которая может пойти на третьем направлении, каком-либо направлении, через границу между Украиной и Россией. Это может быть в районе Харькова, в районе Чернигово или Сум. Но быстрее всего, что южнее Харькова. Поэтому сам план войны, он, в общем-то, уже вырисовался. И особенно его уже трудно моделировать или предсказывать, не трудно моделировать и предсказывать для военных специалистов. Поэтому можно что сказать. На сегодняшний день данное равновесие, это равновесие в соответствии с законом, введение динамичным законом войны. Говорит о том, что следующий этап, это у нас этап идет накопление сил и средств для проведения последующих действий. И каких наступательных или оборонительных, это уже решает наше командование. Иван Николаевич, я прошу прощения. Мы так сейчас очень глубоко в детали внедряемся. Я просто хочу немножечко отмотать по текущей ситуации вопрос, который я не могу вам не задать. Только что мы видели картинку, как продвигаются по территории Украины железнодорожное полотно, там вагоны, надпись, железнодорожные войска, по-моему, если я не ошибаюсь, было написано, Российская Федерация с этими буквами «З» на территории Украины. У меня вопрос логичный. Я не военный эксперт. Поясните. Если у нас есть все технические оборудования для того, чтобы уничтожать базы с боеприпасами, чем, в принципе, мы очень активно, эффективно, в общем, могли похвастаться в последнее время, да, что нам мешает и что-то нам возможности прервать их логистическую цепь поставок. Помимо того, что они не обмундированы и не подготовлены, неужели нам трудно разрубить вот эту вот ветку доставки боеприпасов и техники по территории Украины с нашим поставленным нам оружием? Да, вы правы, но это не так просто. Вы видите, вот сейчас показывает эпизод, где они идут впереди эшелона и ищут мины, которые могут быть заложены в полотне, железнодорожные для того, чтобы пустить эшелон под откос. То есть они предусматривают уже их безгалтелое начало войны, бестолковое и, значит, такое анархическое, будем говорить, прекратилось. Они начали твердо надерживаться в тех требованиях уставов своих и наставлений. Поэтому сейчас, вот видите, эшелон идет, а впереди идет группа, которая придет разведку заграждений возможных на пути. Да, возможно, нанести удар ракетами, но вы имеете в виду, что эшелон – это немножко такая цель сложная. Во-первых, он движется, во-вторых, он узкий достаточно, и попасть с него ракетой, даже тоже Хаймерсом, не так просто. Но попасть можно, безусловно, попасть можно в железнодорожное полотно. Но такое железнодорожное полотно ремонтируется в течение суток, а то и быстрее. Поэтому сказать, ну еще вопрос второй очень важной – дальности. На каких дальностях находится этот эшелон? Если этот эшелон находится на 80 километров от линии фронта, то мы высокоточным оружием соединяем, но прежде всего имеется в виду Хаймерсом. А другое вооружение более точное у нас есть, но это на самолетах. Они в основном воздух-воздух-система, воздух-земля. Очень тоже не очень так надежно будут поражать раздорожное полотно. Есть еще один, конечно, момент – это действия диверсионно-разведительных групп. Вот против таких групп сейчас отработают эти вот саперы российские, которые идут впереди эшелона. Они ищут заложенные мины для того, чтобы был невзором проезжий дорожного пути. Это будет, правильно сказать, сложный вопрос. Если он осуществляется правильно, методично, с их стороны контролируется, то его результативность будет на нашей стороне высокая. А затраты на проведение таких стрельб, высокоточных боеприпасов будут достаточно высокими. Поэтому я считаю, что самые... ...диверсантов, партизанов и так далее, партизан. А все остальное на таких дальностях, по такому объекту, оно не имеет высокой эффективности. Иван Николаевич, вы вспомнили Герасимова, генерала Герасимова, командующего российскими войсками оккупационными в Украине. Давайте вспомним его, скажем так, военную молодость. Генерал Герасимов танкист вообще-то, и начинал как танкист, и командовал большими танковыми подразделениями. Поэтому сейчас, когда он возвращается, вернулся в руководство группировкой, не стоит ли нам ожидать, что он будет использовать массово, массировано, использовать самую любимую свою технику, которую, кстати, возглавляя Генштаб, он всячески поддерживал. Это отмечали многие военные аналитики. Задолго до войны, когда он составлял концепцию военную Российской Федерации, вот это танковое лобби в Министерстве обороны, учитывая, что последние министры обороны Российской Федерации не были профессиональными военными, все находилось в руках танкистов. Как оценить танковую мощь России? Мощь ли это? Или так же, как все остальное, ржавое железо? И вообще вот во всем этом нынешнем дискурсе, простите за это слово, о европейских, западных танках, не стоит ли нам ждать серьезных танковых операций? Да, вы правы. По всей видимости, что-то подобное все-таки будет. Может быть, она будет не настолько серьезная, насколько мы привыкли из истории. Например, вы помните танковое сражение под Прохоровкой и так далее. В Европе было подобное, у меньших масштабов, во время Второй мировой войны. Я думаю, что, безусловно, танкист будет обязательно где-то применить свои любимые или очень эффективные, средства, которыми он владеет. Я хочу сказать, что то, что танкист возглавляет генеральный штаб, это неплохо. Потому что танкисты достаточно, будем так говорить, умные ребята, образованные. И это не пехота, не пехотные генералы, которые, в общем-то, иногда сложно воспринимаются в вооруженных силах в связи со многими морально-психологическими, ихними качествами. Танкисты – это позитивно. Теперь следующий вопрос, будут ли он проведать танки. Танки сейчас применяются в Российской Федерации, когда они применяются только при поддержке наступающих штурмовых отрядов. Причем из тыла ведут огонь по нашим объектам и нашим оборонительным пунктам. А пока что ударов танковых таких мы особо не видим. Поэтому и потери танковые незначительные у них в последнее время. Несмотря на то, что мы имеем очень современные противотанковые средства, которые очень эффективно поражают танки, в том числе и российские. Я так думаю, что все-таки Российская Федерация, учитывая потери этой войны против Украины, она вышла на тот уровень, когда у нее с хорошими танками, новыми, есть проблема. Поэтому проблему они будут решать следующим образом. Вытягивать с оборонных заводов или складов старую технику, Т-62, Т-64 и так далее, подобные, как это уже было на юге, вы помните, в Запорожской области. И вытягивать из боев могут вытянуть более современные танки, из которых сформировать соответствующие соединения или подразделения для того, чтобы провести определенные действия, которые помогут нанести сильный удар им по вооруженным силам Украины. Но я хочу сказать, что эти все действия должны находиться под четким контролем нашей военной разведки, военной и войсковой разведки. Танки это не так просто сосредоточить, перебросить, и все правильно с одного фланга на другой даже. Они подлежат четкой фиксации как с космоса, так и средствам воздушной разведки, разведки наземной. И поэтому сейчас очень важно, вообще в такой период стабилизационных действий на фронте, когда обе стороны готовятся к чему-то, сейчас задача номер один – это разведка. Разведка, разведка, еще раз разведка. Чтобы знать, что делает противник в тактической зоне обороны, в оперативной и стратегической зоне. Это очень важно. Исходя из этих данных, можно правильно оценить обстановку по возможным действиям со стороны Российской Федерации и принес отличие меры, которые их нейтрализуют. Поэтому будем надеяться, что наши военные разведчики типа товарища Буданова будут меньше выступать в средствах массовой информации, пиариться, будем так говорить, и решать какие-то там непонятные конфликты. А будет рыть носом землю, тылу врага для того, чтобы знать все. Наша команда знала все о том, что там творится и планируется. Да, Иван Николаевич, во-первых, спасибо, что вы про разведку. Действительно, это сейчас очень важно. И справедливо заметили, танк – это все-таки не детский велосипед, особенно крупные соединения, наверняка и партнеры, друзья Украины из крупнейших и мощнейших мировых разведок будут держать нас в курсе, в том числе нашу военную разведку. Ну и тоже одна ремарка. Вы так позитивно, как военный специалист, человек военный, оценили то, что танкист возглавляет российский генштаб. Давайте все-таки не радоваться за генштаб оккупанта, врага. Я понимаю, почему вы это сказали. Действительно, Герасимов – большой военный специалист, но в этом, кстати, и большая беда для Украины, для нас сложнее будет его побороть, хотя уверенность в этом все равно у нас у всех есть. Возвращаясь к России и к ее реакциям, вы наверняка видели фотографии систем противовоздушной обороны, которые устанавливаются в центре Москвы, устанавливаются нарочито, специально публично, на здании Минобороны, на домах в центре города, как нам сообщили на резиденции президента России, на Валдае это тоже сделано. А вот это зачем? Если мы говорим о том, что в основном сейчас основное внимание мира, Института изучения войны, которому мы тоже доверяем и часто ссылаемся на него, речь идет о сухопутных операциях, сухопутных столкновениях. Зачем они это делают? Кого они пугают? Или действительно так заботятся о своей безопасности? Ну тогда зачем публично это делать? Ну здесь есть несколько аспектов. Прежде всего военно-политический аспект, второй социальный аспект, и третье, будем так говорить, это медийное мероприятие, которое предназначено, чтобы показать, вот мы готовимся, вы не переживайте, у нас все на мази, и мы будем, если они надумают, то мы готовы отражать их неудары по Москве. Потому что общество московское за 10 месяцев войны, почти уже скоро 11, оно, по всей видимости, уже начинает волноваться и понимает всю серьезность. Тем более многие понимают, что безнаказанными ударами по Киеву, по другим крупным городам Украины могут Российской Федерации не пройти. И поэтому возможен удар и по столице Российской Федерации. Но поэтому для того, чтобы это мнение, так сказать, людей или эти мысли нейтрализовать, вот это вот показано все в средствах массовой информации Российской Федерации. Ну а теперь, что касается, значит, социального вопроса. Оно, почему я его отдельно вывожу? Потому что, так как они расставляют из средства ПВО, то они будут сбивать ракеты прямо над центром Москвы практически, ну или при подлете к центру Москвы и обломки ракет, и тех, которые они пускают, те, которые, если запустим мы рассчитывать таким образом, то они будут палать на дома россиян, москвичей. Это, в общем-то, очень неэффективное действие и не совсем надежное. Я так думаю, что это показуха, вот показуха, которая рассчитана на наших, будем так говорить, военных специалистов и на свое общество, на поддержание его. А главное в этом, по всей видимости, главная система обороны, она будет вне Москвы. Потому что, в основном, по большому счету, они же не дураки, у них Академия военная, противовоздушная оборона существует, там достаточно грамотные люди преподают эти вопросы. Они прекрасно понимают, что на подлете к Москве надо все ловить, а не над Москвой. Ну, а вот эти вот действия, они, по большому счету, имеют, как я говорил, медийный характер, социальный характер, успокоят людей. Ну, и нам показать, что вот мы готовы. Вы не думайте типа такого. Ну, и, наверное, помнят великий поступок немецкого летчика Маттиаса Руста, который, несмотря на всю мощь советского ПВО, посадил свой маленький самолет, который, кстати, очень похож на современный дрон, прямо на Красной площади. Иван Николаевич Якубин. Я когда-то спился в Академии Фрунзе, и этот вопрос хорошо помню. Там нам доводили, я, в общем-то, знаю достаточно по деталям все это дело. Его не сбили. Дважды его истребители пытались сбить, но им не давали разрешение. Там не так все просто. Но сам факт о том, что низколетящая цель проходит все кордоны противовоздушной обороны, это правильно. Так оно и есть. Как-нибудь обязательно с вами обсудим этот великий исторический момент. Тем более, я не знал, что вы непосредственно находились тогда в высшей академии военной в Москве. Спасибо, Иван Николаевич, за включение. Иван Николаевич Якубец, военный эксперт, член экспертного совета Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Полковник украинской армии в запасе был в нашем эфире.